всем привет дорогие друзья на ваше здоровье как всегда мы продолжаем строить всякие всякие интересные вещи в игрухе под названием satis factory как собственно водится и сегодня будем продолжать заниматься ровно теми же самыми вещами значит и нам надо будет решить ряд определенных организационных вопросов а именно нам надо будет получить железо вот от тель и железо оттуда издалека вот примерно вот в это место для того чтобы получить нам надо будет примерно прикинуть как она у нас пойдет а что примерно прикинуть как она у нас пойдет нам надо вас для начала воссоздать здесь хотя бы небольшой локальный просто мне ресурсов скорее всего не хватит поэтому мы хотя бы какой-то маленький сделаем но такой вот например вот такой вот участочек но такой вот участочек вот такой вот участочек который у нас будет прям вот как он должен быть так как он должен быть а должен быть он у нас примерно вот таких вот размеров так это уже перевод вот таких размеров у нас должен быть участочек где-то значит примерно начиная вот отсюда прям непосредственно вот этим окном мы можем начать прокладывать нужные нам конвейерные ленты которые мы потом запихнем опять же в нужные нам места что это будут за места места у нас будут вот такие нам надо будет во первых запихнуться вот сюда отсюда мы сейчас спустимся и наверное эту дырку я заделывать не буду вместо того чтобы заделывать эту дырку мы наверное будем ее использовать для перемещения здесь вот да нельзя строить для очень жаль что здесь нельзя строить ну а тогда хотя бы просто лесенку сюда пристроим потому что нам надо как-то плюс-минус оперативно подниматься наверх пока подниматься наверх оперативно что-то нихрена не получается так нет давайте во первых вообще в принципе и отсюда снесем значит потом мы поставим вот так так потом поставим вот так потом сделаем здесь лесенку и за это лесенка можно за это ли за это лесенка уже нихрена не сделаешь так а если я что-то здесь еще поставлю то то тоже будет проблема да ладно пойдемте заберемся для начала наверх нам надо будет затянуть сюда две ленты которые пока у нас будут соответственно на максимальную скорость потом перспективе наказали 200 так наказать 200 касать 200 подключать мы их будем вот так то есть мы не будем огородить в одну хрень потому что это нет никакого смысла в данном случае мы их подключим таким вот он так дожди стоять чтобы подключить их вот таким вот образом надо вот так вот сделать то я сейчас опять потом задолбаюсь все это дело настраивать так значит у нас пойдет один вот сюда 2 у нас пойдет так вот сюда тогда нас получается будет заходить максимальная штука и тогда нам надо будет доработать вот эту вот вещь у нас она должна передаваться с вдвоенной скоростью в данном случае иначе у нас наполнение будет идти только по первому нормально по вторым я последующим будет идти как говно так вот теперь у нас будет все эти лор раз у нас два этих самых две дырки у нас заходят и все у нас теперь принципе прекрасно так вот это вот можно будет заделать хотя можно не заделась можно самом деле симметрии х оставить просто чтоб отсюда можно было еще нормально залететь наверх так так вот это вот мы доделаем здесь у нас получается некая так некая площадка у нас здесь получается мы спустили на максимальную низоту теперь я сделаю вот так да и понимаешь это конечно выглядит весьма странно но я все равно это сделаю просто чтобы потом было проще чтобы здесь можно было нормально ходить короче говорим так отсюда значит я сразу хочу сделать так вот подъем наверх заебись а куда ты построил это говно молодец какой ладно еще раз попробуем так его по крайней мере будет издалека видно и это хорошо так вот сделаем главное чтобы у меня ресурсов хватило потому что я как всегда сейчас размахаюсь а потом придется бежать за каким пластинами металлические так хорошо ладно мы отгородили вот этот вот кусочек по нему у нас будут идти две ленты с ресурсами одна с одной стороны и другая с другой стороны так одна с одной стороны другая с другой так теперь мне надо примерно прикинуть где у меня эта штука должна будет идти так вообще сюда поставится я просто так хотел сделать поставится она поставится но по моему она будет кривое да да по моему она кривое да она чуть-чуть кривое то есть нам надо получается вот эту стойку сместить буквально на единичку то есть вот сюда так сейчас мы попробуем то есть по идее когда я поставлю она должна до сказать мне о том что все зашибись так есть такое дело значит это у нас получается подвод будет 1 и нам надо сделать подвод другого так насколько она там отступает то вот так не ни хрена так а чё не совпадает какую сторону не совпадает блин вообще другую сторону направилась у меня а сейчас хрена сейчас пойдет так ладно ждем пока автосохранение пройдет так прошло и получается что наверное одну я не дотащил то есть наверно вот сюда на поставить сейчас проверим да теперь вроде как совпадает значит и отсюда нам надо будет затащить сюда так вот у нас есть два подключения соответственно с одной стороны и с другой стороны так откуда начнем давайте начнем откуда попроще потому что вот это вот у нас по-любому будет попроще так мы просто тянем сюда фундамент и соответственно ставим здесь настенные крепления только стена нужна чтобы идет настенные крепления как ни странно нужна стена так не странно нужна стена ну давайте возьмем так чем тут возьмем собственно сколько можно будет настолько и возьмем так значит следующий настенные крепления у нас должно быть. Ну, пусть будет вот на этом стыке. Так. Следующее крепление. Мы, в принципе, уже практически пришли. Так, следующее крепление у нас должно быть вот на этом. Расстояние-то, в принципе, пустяковое. Что тут? Дело-то житейское, как говорил один известный персонаж. Так. Главное, чтобы у меня теперь лента хватило. Я теперь уже, на самом деле, не очень сильно уверен в том, что у меня действительно хватит. Так. Что у меня тут происходит? Мне надо тащить, по факту, до самого конца. Будет. Ну, кстати говоря, с лентой реально могут быть и проблемы. Так. Ладно. Ставим тогда сюда стоечку настенную. Этой стоечки настенной где-то там есть. Так. Где-то теперь есть. Так. Крепим вот эту вот фигню. Так. И идем дальше. Зеленое насаждение. Я думаю, что мы уберем, но потом. Так. Мы уберем, но потом. И теперь мы доделываем его до конца. Так. Вот туда. вот туда доделываем и вот эту вот штуку тоже доделываем до конца. Да. Довольно замороченный у нас получился конвирный, так сказать, переход для нашего железа. Но зато получится сразу красиво, добротно и на века. Так. Теперь нам надо будет где-то вот в том районе да, где-то вот в том районе нам надо будет притащить собственно железо. Так. А где она там? Ну, где-то вот там она у нас. Так, ладно. Значит, например, вот здесь. Так. Например, вот здесь мы тогда ставим фигню и цепляем ее вот туда. Теперь из-за вот этой вот, блин, криволинейной штуки у меня тут будут некоторые цирки с конями. Так. А еще же... Подожди, стоять. Еще же у меня... А, не. Ну, все нормально. Я просто хотел сказать, что еще же, наверное, некрасиво будет. Но нет, будет нормально, потому что у нас здесь пойдет вот так. Не, все. Тогда хорошо. Тогда хорошо. Ну, да. Здесь будет небольшой вот такой вот поворот. Ну, и, в общем-то, и черт с ним. Ничего такого страшного в этом повороте нет. Так. Теперь пришла пора разобрать, собственно, вот это. Потому что оно нам больше здесь в таком виде, по крайней мере, не нужно. Так. Теперь нам надо будет сделать поворот. Значит, раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. И дальше оно у нас должно идти ровненько. Так. Давайте проматываем куда-то туда. Проматываем куда-то туда. Тогда потом еще сходим за ведром цемента и будем все это дело уже нашуривать одно на другое. Так. Ну, и докуда тебя хватит? Так. Хватит тебя ровного досюда. Так. Ладно. Докуда хватит, дотуда, соответственно, и доделаем. Так. Че у нас теперь тут происходит? Кстати, наверное, даже я немножечко погорячился. Иначе я вот эту фигню сюда подключить не смогу уже. Так. Что у нас тут происходит? Нам надо из вот этого вот сейчас будет каким-то волшебным образом насобирать необходимые нам ленты в необходимом нам количестве. Так. Насколько тебя там хватает-то, дружище? Так. Тебя хватает ровного досюда. Хорошо. Так. Начинаем сюда крепление. Так. Ну, и следующее крепление у нас будет ставиться куда-то вот сюда примерно. Так. Теперь вопрос, как мы из этого села что-то насобираем. Не, ну в принципе наверное нет все-таки смысла все это дело тащить прямо по воздуху. Вот эту ленту по воздуху имеет смысл тащить, а собирать их по воздуху наверное все-таки смысла не имеет. У меня что-то была такая мысль изначально. Но я наверное от нее откажусь. Ну и нахрен. Так. Мы лучше сделаем как-то вот так. Например. Сюда еще одну фигню поставим. Так. И сюда тогда поставим где нас тут стена. Так. Поставим все. Не, какая стена спаться с дверью по центру? Не-не-не-не-не-не. Стена для конвейера. Так. Поставим все стены. Просто так гораздо будет логичнее наверное. Все вот это вот расположение чем если я буду пособирать их внутри вот этой вот маленькой фигни. Но вряд ли они разработчики сильно переделывают ландшафт рядом конкретно с майнерами. Где угодно они могут переделывать но с майнерами наверное по идее не должны быть. Я надеюсь. Да я как-то очень неуверенно говорю я понимаю. Ну потому что они могут сделать все что угодно но я бы надеялся что так они все-таки поступать с нами не станут. Так. теперь мы заворачиваем сюда так завернул я кстати говоря немножко кривовато так а чтобы завернуть прямовато как мне надо сделать сюда поставить так а куда тогда простите вот сюда ну да получается что сюда так так все значит эта штука у нас заворачивает прямо так и осталось нам здесь пока я никуда не ушел накидать электрики так нам бы желательно тогда иметь мощную двустороннюю розетку прям желательно вот такую но такой у нас не хватает ну тогда хотя бы такую чтобы у нас можно было запитать от нее абсолютно всю вот эту вот фигню так давайте с внутреннего тогда так с внутренней части мы тогда сделаем вот так а с внешней сейчас посмотрим хватит ли мне на все по идее должно бы а у нее кстати говоря разное число потребителей прикольно я не замечал никогда этого то есть у нее изнутри число потребителей отличается от внешнего и это крутяк так ладно электрика у нас теперь идет поверху ну и по идее все должно нормально заработать как только как только так сразу так ну теперь давайте тянем потянем смотрим насколько у нас хватит ленты конвейерной потому что судя по всему за одну серию мы все равно с этим не управимся значит протянем пока сколько можно но потом дальше от этого будем отталкиваться потому что ленты конвейерной мне судя по всему не хватит на те манипуляции какие мне осталось сделать так все значит лента у нас здесь проложена так теперь давайте проложим электрику так проложим проложим электрику проложим электрику ну давайте где-нибудь здесь делаем узловую точку так и потащим ее дальше так отсюда тогда сюда отсюда сюда отсюда сюда отсюда сюда сюда так и отсюда можно тащить дальше так здесь давайте поставим еще одну штуку так и где-то вот здесь нам надо будет поставить еще одно подключение нам было конечно можно было бы и разбить но можно не разбивать можно просто подключиться к верхней части да и все только ее найти сначала так ладно это у нас идет электрическая часть в одну сторону давайте мы протянем ее на случай если нам надо будет еще откуда-нибудь взять протянем ее собственно отсюда дальше так давайте тянем потянем куда-нибудь сюда поставим точку узловую все это у нас будет питаться от станции можно было спустить электрику конечно в другом месте но лучше иметь больше точек входа чем меньше вдруг нам когда-нибудь что-нибудь потребуется а у нас нету это же будет большая катастрофа так значит ставим сюда так ставим сюда и получается одно крыло у нас готово теперь самая геморройная часть теперь нам надо сделать второе крыло с ним конечно так просто уже не получится так эту фигню надо будет протащить даже не знаю насколько на самом деле так и эту фигню надо будет протащить так давайте мы эту фигню потащим от обратного сначала мы вот эту фигню протащим чтобы не угадывать а потом уже посмотрим тогда походу я почти что-то тащил до того чего надо бы даже не почти а совсем судя по всему нифига глаз алмаз просто так глаз алмаз теперь надо этим глазом главное чтоб не шоколадным воспользоваться чтобы все это дело затащить наверх так ну для начала давайте хотя бы блоков на 20 жахнем сюда так здесь меня глаз алмаз подвел потому что блоков на 20 это чрезмерно дохрена нам столько не надо так где-то вот примерно в этом районе мы можем начать опускаться вниз либо чуть ближе можно даже вот здесь наверное поскольку отсюда ни хрена не видать где нам надо опускаться тоже ни хрена не видать потому что нам же надо будет еще сделать отсюда подъемчик хренемчик и прочие другие вещи так ну давайте как вариант попробуем что-то типа вот такого так и отправим эту фигню отсюда глухую такую стенку отправим ее куда-то вот туда вниз она прям конкретно опускается и куда она там опускается ни хрена не ясно так ну хорошо нам бы желательно отсюда вернуться потом а чтобы отсюда потом вернуться нам недурственно сразу проложить туда пути возвращения ну хотя бы как минимум таки ну ладно теперь я по крайней мере смогу залезть наверх если что а и вот эту фигню я сделал зря потому что если что у нас должно выглядеть немножко иначе так ну допустим хорошо теперь здесь мне надо будет поставить что-то типа 90 организация нет это не организация что это такое логистика да нам надо будет поставить стойку конвейерную на самом самом краю то есть вот тут под этой стойкой конвейерной мы воспользуемся так надо только сразу а то я сейчас лжанусь опять так мы сразу тогда ставим здесь же мы будем использовать по-любому окна так давайте тогда сразу прям поставим нормальное окно какое-нибудь там обычно используем вот такое поставим здесь пару таких окон на это окно мы сразу поставим такую вот вещь эту вещь мы запитаем сразу на эту вещь потому что оно оттуда пойдет так отлично значит здесь здесь тогда сразу из этих же наверное окон так вот обозначим что у нас пойдет из окна вниз вот такая вот хрень так эта хрень нам больше здесь не нужна и по бокам у нас пойдут еще две хрени которые надо бы еще построить так погодите погодите или они будут сплошные то есть у нас будет окно адресовано туда а сюда только сплошные или не только сплошные ну допустим они будут не только сплошные хрен с ним давайте пока мы сделаем задумку что у нас будет вот такая вот тема здесь так значит сразу нам надо будет так у нас с другой стороны тоже пойдет такое окно так а что я тогда это сносил здесь тоже тогда окна будут так здесь у нас пойдет окно и где-то вот примерно в этом районе у нас будет висеть розетка прямо по центру она у нас будет висеть и эту розетку мы потащим отсюда куда-то потом дальше вниз да так давайте мы тогда ее обозначим что она типа вот так у нас пойдет берем вот это вот электричество ну и теперь пробуем спуститься вниз да посмотреть куда мы там собственно попали и сможем ли мы вообще это каким-то образом применить так мы ее где будем запускать мы ее будем вообще на самом деле надо бы по центру было бы запустить ну уж теперь ладно так вот эту штуку опускаем чуть пониже отсюда доберем вот эту хрень и где-то где-то вот здесь вот ее будем пускать вниз о но там потом дальше облагородим так здесь у меня получилось из-за этого опять лажиться так лажиться исправляем и приклиначиваем еще один стак такой вот лесенки даже давайте два стака лесенки хорошо теперь отсюда нам надо будет спустить насколько это возможно раз такую штуковину так и хватит ли у нас расстояния ну вообще по идее должно ну теперь дальше поедем с этой же самой штуковиной так спускаем ее сюда значит теперь вот эта штука нам будет не нужна правильно ну в принципе правильно только я теперь отсюда не вижу электрику так вот оно правильно в общем-то правильно мне надо будет еще отсюда спустить ай-яй-яй-яй-яй-яй мне надо еще будет желательно не упасть пока я всем этим занимаюсь так пускаем эту хрень еще ниже 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 куда-то она там у нас уходит непонятно куда так сейчас мы спустимся вниз да посмотрим куда она там ушла так и электричество соответственно тоже ставим вот сюда так электрика ушла эта линия у нас ушла берем теперь вот этот конвейерный лифт вроде как у нас еще даже что-то там осталось и спускаемся еще ниже но в принципе неплохо получилось так пустились мы вот сюда где в общем и целом мы можем даже сделать какое-никакое подключение прям непосредственно так будем ли мы здесь городить какую-нибудь соплю или мы просто подключимся да и все не наверное какую-то соплю мы городить все-таки будем так тогда где-то примерно вот в этом районе наверное нам надо будет остановиться сейчас мы пойдем посмотрим так вот эта штуковина мне будет не нужна так в этом районе мы должны будем остановиться чуть-чуть я все-таки не дотащил так вот в этом районе мы должны будем остановиться хотя что я хотел бы этим добиться непонятно если я эту ерунду не разверну то дальше то у меня в общем-то ничего не пойдет да так вот это вот мы удаляем отсюда так это мы отсюда удаляем сейчас посмотрим хотя не погоди может получится не не получится расстояние не хватит если только так сейчас погодите если только мы поставим вот сюда и она у нас подключится только если вот так подключится она или нет большой вопрос я на самом деле думаю что наверное нет не подожди так не та кнопка а не все-таки подключилась ну ладно раз подключилась значит так и оставим так значит нам сюда нужна двусторонняя розетка от этой двусторонней розетки мы тогда сейчас запитаем собственно эту фигню так все необходимые вещи в нее уже у нас впихнуты так выход нам какой-то надо здесь будет делать или мы пока просто сделаем вот так вот стекла да и все наверное стекла да и все так теперь сюда мы спускаем эту фигню отсюда тащим ее вот в этот район и отсюда запихиваем тогда вот сюда так все это у нас готово значит над этим всем мы сейчас делаем вот такой настил ну и останется только спустить сюда стенку останется спустить туда стенку которая у нас находится аж вон там так а можем ли мы как-нибудь немножко подняться чтобы хотя бы чуть-чуть мы ее видели эту стенку и могли хотя бы как-то ее управлять ну в принципе кстати похоже что да так ну да мы даже можем ее спустить так тогда нам надо спуститься вниз и посмотреть чтобы немножечко перерасхода у нас не было так все здесь есть такое дело так и сюда мы тогда можем поставить такую ерунду и поднять ее отсюда насколько надо по идее она сейчас должна начать ругаться да что в какой-то объект объект мешает стройке так теперь осталось найти лестницу которая у нас где-то здесь закончилась вот она так и продлить ее вниз продлить ее вниз до самого до самого конца она кстати даже не достает ладно и еще немножко отлично отлично так значит это железо у нас теперь подключено и осталось нам только натянуть вот это на вот это то есть все у нас идет отсюда лента лента у нас поднимается электрика у нас подрублена она у нас идет в дырку эта дырка поднимает нас соответственно через тройной конвейерный лифт все это дело у нас идет 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 продолжает идти а так тут высота идет 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 и вот она сюда пришло в итоге так и теперь нам осталось принципе только соединить одну с другим так на что у меня скорее всего я думаю что не хватит ресурсов мы сейчас каш посмотрим о скорее всего не хватит. Так. Значит, где у нас только ближайшая? Вот она. Так. Ближайшую электрику мы выводим вот сюда. Так. Здесь у нас будут идти стены. Так. Здесь у нас будут идти стены. Поэтому мы сейчас доведем ее куда-нибудь вот сюда. Здесь она у нас пойдет по центру. Так. И здесь у нас получается, что эта штука закончится. А здесь у нас пойдет глухая монолитная стена. Причем она у нас пойдет в обе стороны. То есть и туда, и сюда. Так. Давайте обозначим, что здесь у нас пойдет глухая монолитная стена. И вот здесь. Так. Надеюсь, она сейчас начнет ругаться, когда стене будет хорош. Так. Другой объект мешает постройки. Так. И теперь вопрос, хватит ли у меня металла для того, чтобы дотащиться. Потому что нам нужно будет по две на каждую стойку, плюс еще что-то дополнительное. Поэтому я на самом деле не уверен. Возможно, пластин у нас ни хрена не хватит. Ну, сейчас будем экономить. А чтобы экономить, нам надо будет максимально... Так. Сейчас. Погодите. Надо еще вот эту штуку подцепить. Так. Сейчас мы ее сделаем. И вот начиная отсюда, она у нас пойдет. Так. Максимально экономно. Погнали. Давайте, конечно, чтобы она подключилась у нас уже в эту серию. Тогда мы можем дальше уже потихонечку все дорабатывать потом. Так. Зацепилась. И электрика, соответственно, отсюда тоже зацепилась. Так. Идем дальше. Так. Ну, допустим, где-то, наверное, вот здесь. Так. Хорош. И верхнюю часть тоже так. Сейчас у нас пойдет еще одно автосохранение. Так. И верхнюю часть тоже хорош. Так. Идем дальше. Так. Вот в этом районе она у нас заканчивается. Так. Ждем, пока автосохран пройдет. Так. Автосохранчик у нас прошел, поэтому можем продолжать. Так. Это у нас зацепилось. Так. И цепляем тогда вот эту штуку сюда. Так. Идем дальше. Практически мы на финишной прямой. И даже мне, судя по всему, хватит на все. И это хорошо. Потому что мне на все хватит. Это прям зашибись. Так. Ты у нас подключаешься сюда. Ты у нас подключаешься сюда. Так. До конца у нас не хватает. То есть у нас остался последний пролет. Ну, например, где-то вот здесь вот. Так. Цепляем номер раз. И цепляем номер два. Так. Ну и осталось у нас, в принципе, зацепить это вот сюда. И электрику зацепить вот туда. И все. Так. Значит, получается, что две же резки у нас теперь вполне себе нормально должны, должны по идее туда идти. Я на самом деле очень сильно рассчитываю, что так оно и будет. Так. Лесенка у нас одна здесь остается. На то, чтобы хоть что-то делать, у меня уже недостаточно металлических пластин. И немножечко у меня осталось цемента. Так. У меня осталось немножечко цемента. Поэтому мы сейчас куда-нибудь его применим. Так. Потому что стены я ставить не могу. вот эту вот вещь, наверное, заливать я пока не буду. Исключительно в целях экономии ресурсов. Мы ее оставим как такую декоративу. То есть стены мы сделаем, потому что стены будет всегда видно. А заливать сами полы, наверное, пока не будем. По крайней мере, до самого конца. Можно вот так вот, не знаю, сейчас сколько у меня там цемента. Мы сейчас как-то вот так вот сейчас жахнем. Да, куда-то туда она у нас будет уходить. Так. Потому что здесь можно еще очень большую араву всего залить. Где-то вот в этом районе. Но пока мы этого делать не будем. Так. Здесь у нас еще месторождения, которые, возможно, когда-нибудь будут применять для чего-нибудь. То есть это мы пока тоже все трогать и не будем. Так. Сера у нас здесь заходит. Что, до сих пор еще прикинь, до сих пор еще строит пол. Так. Здесь у нас вот этот участок я залью. Так. Вот этот участок я залью, потому что его залить нужно. Единственное, что там эти самые хрюкающие бегают. Конечно, с ними не хотелось бы встречаться, но, судя по всему, придется. Так. И вот этот участок тоже мы можем залить. В принципе. Так. Все. Вот этот блок у нас, допустим, будет залит. Так. Где-то там мы сейчас отгородимся, скорее всего, стенами, потому что... Ну, не прямо сейчас, потому что сейчас мне их не на что ставить. Но попозже отгородимся. А вот это вот все надо будет разобрать. В принципе, тут не так много чего разбирать осталось, но разобрать это все будет обязательно нужно. Так. Сейчас мы, кстати говоря, вот этот вот кусочек, наверное, и разберем. Так. Это у нас остатки старой развилки, старой развязки, которая здесь была, и, соответственно, старой шахты. Так. Все вот это вот. Сейчас мы расфигачим на части. Так. А она еще куда-то в горизонт уходит у нас. Ну-ка, пойдем посмотрим, куда. Так. О, отмотать тут. Часть-то... Ой-ой-ой-ой. Так. Тут прям что-то вообще... Я что-то думала, она сильно покороче. Так. Ладно. Допустим, разберем еще три вот этих куска. И нас, естественно, скинет вниз, где мы сейчас еще посмотрим, что у нас тут осталось. Так. Что-то здесь я видел летающее, только теперь не вижу. Прямо явно здесь что-то летало. Здесь, кстати говоря, пещера, в которой что-то лежит. Я, правда, уже не помню что, но там что-то лежало. По-моему, это что-то из того, что там лежало. Я уже и забрал. Так. Доразбираем тогда вот эту вот часть. Доразбираем вот это. Так. Доразбираем вот это. И... Доразбираем вот это. Здесь у нас осталось еще кусочек стойки. Так. Что-то мне кажется, что я сейчас в пылу азарта обязательно что-то удалю лишнее. Кстати говоря, кто хочет... Кому хочется чего-нибудь интересного, загуглите про чувака, который проводил те самые ампутации в свое время и так увлекся, что по-моему, сам умер от гангрены. Короче говоря, он во время того, как отпиливал себе... Нет, не себе, вернее. Отпиливал ногу какому-то товарищу. Отпиливал еще за одной себе и занес заразу. Так. Вот это вот мы... Так. Вот это вот мы разбираем. Так. И остался у нас маленький последний блок. Так. Что у нас здесь лежит? У-у-у... Тут прям вообще конкретные запасы. Так. А здесь, здесь, наверное, то же самое. Мне здесь всего лишь 50 цемент. Так. Разобрать, 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 разобрать. Разобрать, разобрать, разобрать. И последний разобрать. Так. Ну вот и все. Вроде бы. Ну да. Насколько я могу судить, наверное, это все. Действительно так. вот этот кусочек на только заделать нам еще есть тут чего разобрать на части но прежде всего мне надо будет сходить и взять в определенном соотношении металлических пластин и цемента для того чтобы могли вот это вот все дело закрыть то есть нам надо получается закрыть все это дело в стены и тогда у нас весь вот этот блок в принципе будет готов как-то вот примерно вот так ладно на сегодня тогда своим прощаюсь следующей серии мы будем все дело конкретно до конца культуре вать и я думаю что должны культурить по крайней мере мне бы этого хотелось но посмотрим ладно на сегодня я с вами прощаюсь спасибо ребят за внимание удачи и всего вам доброго